22 советских предприятия в годы Великой Отечественной войны были эвакуированы в Тюмень. Не стали исключением и районы. Как правило, заводы направляли в населенные пункты рядом с железной дорогой. Тобольский, Лутровск, Заводоуковский, Шим. В очередной серии рубрики «Хроника Победы» о некоторых из них. Центр города Ишима, а в 1942 году здесь было чисто поле. Сюда, из Зарайска Московской области, прибыла обувная фабрика. Выпускали тапочки для раненых в госпиталях и куши, обувь с брезентовым верхом на деревянной подошве. Основная рабочая сила – местные. Нине Степановой не было и 16-ти, когда она пришла на фабрику. Вспоминает, как работали по 12 часов и как было холодно. Бочка, и вот это была у нас печка, отопление было. Трансмиссия у нас вся застынет. Мы тогда пойдем, попрыгаем, попрыгаем, погреем ноги около этой печки и снова садимся работать. Ишимская обувная фабрика работает и по сей день. Весной 1941 года в рабочий поселок Заводоуковский прибывает эвакуированный из Воронежа авиационный завод номер 499 на место, где тогда располагались мастерские новозаимского зерносовхоза. Выпускали планерную технику для нужд ВДВ. Кроме того, организовали приусадебное хозяйство и люди не голодали. Служащие получали 400 граммов хлеба. Суночники, я ученик только, примерно 600 граммов. Кузнец, электросварщик 800 граммов хлеба и литр молока. 499 началась история Заводоуковского машиностроительного завода. А это Елутровск. Полуразрушенный фасад вдалеке – то, что осталось от некогда крупного предприятия – лесозавода. Сюда в 1942-м из-под Горького прибыла спецбаза номер 2. Они выпускали фермы для различных мостов. Как и везде, не хватало специалистов и в войну на базе этого предприятия открыли школу ФЗО. Дальнейшая судьба спецбазы неизвестна. В конце 1941 года в Елутровск на территорию предприятия по производству сухого молока был эвакуирован Смоленский завод по производству фанероштампованных бочек. Размещался он примерно вот здесь. Елутровский молочный завод действует и сейчас, а вообще часть эвакуированных предприятий после войны вернулись на родину, часть остались. И именно с них началась индустриализация Тюменского края. Инна Михайловская, Сергей Жернаков, Евгений Доценко, Тюменское время.